Глава двадцать вторая. Сотник с Танишным уехали, а Оленин для того, чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. Оленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашка и Марьянка невольно соединялись в его воображении, и он находил удовольствие думать о них. «Он любит Марьяну», — думал себе Оленин, — «а я мог бы любить ее». И какое-то сильное и новое для него чувство умиления овладевало им в то время, как они шли домой по темному лесу. Лукашке тоже было весело на душе. Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться. «Тебе в какие ворота?» — спросил Оленин. «Средние. Да я вас провожу до болота, там уж вы не бойтесь ничего». А Ленин засмеялся. «Да разве я боюсь? Ступай назад, благодарствую, я один дойду». «Ничего, а мне что ж делать? Как вам не бояться?» «И мы боимся», — сказал Лукашка, тоже смеясь и успокоивая его самолюбие. «Ты ко мне зайди, поговорим, выпьем, а утром ступай». «Разве я места не найду, где ночку ночевать?» — засмеялся Лукашка. Да урядник просил прийти. «Я вчера слышал, ты песни пел, и еще тебя видел». «Все люди», — и Лука покачал головой. «Что, ты женишься, правда?» — спросил Оленин. «Матушка женить хочет, да еще и коня нет». «Ты не строевой?» «Где ж? Только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде, оттого и не женят». «А сколько конь стоит?» «Торговали на медне одного за рекой, так шестьдесят монетов не берут, а конь нагайский». «Пойдешь ты ко мне в драбанты?» В походе драбант есть нечто вроде вестового, которых давали офицерам. «Я тебя выхлопочу и коня тебе подарю», — вдруг сказал Оленин. «Право, у меня два, мне не нужно». «Как не нужно?» — смеясь, сказал Лукашка. «Что вам дарить? Мы разживемся, Бог даст». «Право, или не пойдешь в драбанты?» — сказал Оленин, радуясь тому, что ему пришло в голову подарить коня Лукашке. Ему, однако, отчего-то неловко и совестно было. Он искал и не знал, что сказать. Лукашка первый прервал молчание. «Что, у вас в России дом есть свой?» — спросил он. Оленин не мог удержаться, чтобы не рассказать, что у него не только один дом, но и несколько домов есть. «Хороший дом. Больше наших?» — добродушно спросил Лукашка. «Много больше. В десять раз, в три яруса», — рассказывал Оленин. «А кони есть такие, как у нас?» «У меня сто голов лошадей, да по триста, по четыреста рублей. Только не такие, как ваши. Серебром триста. Рысистые, знаешь? А все я здешних лучше люблю». «Что же вы сюда приехали? Волей или неволей?» — спросил Лукашка, все как будто посмеиваясь. «Вот вы где заплутались», — прибавил он, указывая на дорожку, мимо которой они проходили. «Вам бы надо вправо». «Так, по своей охоте», — отвечал Оленин. «Хотелось посмотреть ваши места, в походах походить». «Сходил бы в поход нынче», — сказал Лука. «Ишь, чакалки воют», — прибавил он, прислушиваясь. «Да что, тебе не страшно, что ты человека убил?» — спросил Оленин. «Чего ж бояться? А сходил бы в поход», — повторил Лукашка. «Так мне хочется, так мне хочется». «Может быть, пойдем вместе? Наша рота пойдет перед праздником, и ваши сотни тоже». «И охота вам сюда ехать. Дом есть, кони есть, и холопы есть. Я бы гулял да гулял». «Что вы чин какой имеете? Я юнкер, а теперь представлен. Ну, коли не хвастаете, что житье у вас такое, и я из дома никуда бы не уехал. Да я и так никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить?» «Да, очень хорошо», — сказал Оленин. Уже было совсем темно, когда они, разговаривая таким образом, подходили к станице. Еще их окружал темный мрак леса. Ветер высоко гудел в вершинах. Чакалки, казалось, подли них вдруг завывали, хохотали и плакали, а впереди, в станице, уже слышался женский говор, лай собак, ясно обозначались профили хат, светились огни и тянуло запахом, особенным запахом дыма кизяка. Так и чувствовалось Оленину, особенно в этот вечер, что тут в станице его дом, его семья, все его счастье, и что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Он так любил всех, и особенно Лукашку в этот вечер. Придя домой, Оленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети, купленную им в Грозный, не ту, на которой он всегда ездил, но другую, не дурную, хотя и не молодую лошадь, и отдал ему. — За что вам меня дарить? — сказал Лукашка. — Я вам еще не услужил ничем. — Право, мне ничего не стоит, — отвечал Оленин. — Возьми, и ты мне подаришь что. Вот и в поход пойдем. Лука смутился. — Ну что же это? Разве конь малого стоит? — говорил он, не глядя на лошадь. — Возьми же, возьми. Коли ты не возьмешь, ты меня обидишь. Ванюша, отведи к нему серого. Лукашка взял за повод. — Ну, благодарствуй. Вот недумано, не гадано. А Оленин был счастлив, как двенадцатилетний мальчик. — Привяжи ее здесь. Она хорошая лошадь. Я в Грозный купил. И скачет лихо. — Ванюша, дай нам чехирю. Пойдем в хату. Подали вино. Лукашка сел и взял чапуру. — Бог даст, и я вам отслужу, — сказал он, допивая вино. — Как звать-то тебя? — Дмитрий Андреевич. — Ну, Митрий Андреевич, спаси тебя, Бог. Кунаки будем. Теперь приходи к нам когда. Хоть и не богатые мы люди, а все кунака угостим. Я и матушке прикажу, коли чего нужно, каймаку или винограду. А коли на кордон придешь, я тебе слуга, на охоту, за реку ли, куда хочешь. Вот на медне не знал, какого кабана убил, так по казакам роздал, а то бы тебе принес. — Хорошо, благодарствуй. Ты ее только не запрягай, а то она не ездила. — Как коня запрягать? — А вот еще я тебе скажу, — понизив голос, сказал Лукашка. — Коли хочешь. — Мне кунак есть, Гирейхан. Звал на дорогу засесть, где из гор ездят. Так вместе поедем? — Уж я тебя не выдам, твой мюрит буду. — Поедем, поедем когда-нибудь. Лукашка, казалось, совершенно успокоился и понял отношение Оленина к нему. Его спокойствие и простота обращения удивили Оленина и были даже немного неприятны ему. Они долго беседовали, и уже поздно Лукашка, не пьяный, он никогда не бывал пьян, но много выпивши, пожав Оленину руку, вышел от него. Оленин выглянул в окно посмотреть, что он будет делать, выйдя от него. Лукашка шел тихо, опустив голову вниз. Потом, выведя коня за ворота, вдруг встряхнул головой, как кошка вскочил на него, перекинул повод недоустка и, гикнув, закатился вдоль по улице. Оленин думал, что он пойдет поделиться своей радостью с Марьянкой, но, несмотря на то, что Лука этого не сделал, ему было так хорошо на душе, как никогда в мире. Он, как мальчик, радовался и не мог удержаться, чтобы не рассказать Ванюше не только то, что он подарил лошадь Луке, но и зачем подарил, и всю свою новую теорию счастья. Ванюша не одобрил этой теории и объявил, что ларжан иль ньяпа. Денег нет, искаженное французское, и потому все это пустяки. Лукашка забежал домой, соскочил с коня и отдал его матери, наказав пустить его в казачий табун. Сам же он в ту же ночь должен был вернуться на кордон. Немая взялась свести коня и знаками показывала, что она как увидеть человека, который подарил лошадь, так и поклониться ему в ноги. Старуха только покачала головой на рассказ сына и в душе порешила, что Лукашка украл лошадь и потому приказала немой везти коня в табун еще до света. Лукашка пошел один на кордон и все раздумывал о поступке Оленина. Хотя конь и нехорош был, по его мнению. Однако стоил по крайней мере сорок монетов, и Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять, и потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах Юнкера. В чем состояли эти умыслы, он не мог дать себе отчета. Но и допустить мысль, что так, ни за что, по доброте, незнакомый человек подарил ему лошадь в сорок монетов, ему казалось невозможно. Клебопьяный был, тогда бы еще понятно было, хотел покуражиться. Но Юнкер был трезв, а потому верно хотел подкупить его на какое-нибудь дурное дело. — Ну да врешь, — думал Лукашка, — конь-то у меня, а там видно будет. Я сам малый не промах. — Еще кто кого проведет, посмотрим, — думал он, испытывая потребность быть на стороже против Оленина, и потому возбуждая в себе к нему недоброжелательные чувства. Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил, от других отделывался уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна, Илья Васильевич и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться Юнкера. Несмотря на такие опасения, поступок этот возбудил в них большое уважение к простоте и богатству Оленина. — Слышь, Лукашки, коня в пятьдесят монет вбросил Юнкерта, что у Ильи Васильевича стоит, — говорил один. — Богач. — Слыхал, — отвечал другой глубокомысленно. — Должно, услужил ему. — Поглядим, поглядим, что из него будет. — Экка урвану счастье. — Эккой народ продувной из Юнкерей, беда, — говорил третий, — как раз подожжет или что. — Те ту plate. — Редактор субтитров А. — Чисто ойдỡ, — —